Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте и доброе утро, наши дорогие и уважаемые драгоценные слушатели, ребята и взрослые. Ну как вы там поживаете? Скажите, пожалуйста, небось, истосковались по работе, по учебе, истомились в этом новогоднем праздничном... Нет, подождите, не тот падеж сейчас подбираю. В новогодней праздничной Истоме, вот так хочу сказать. Нет, конечно же, отчасти шучу. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое января уже позади. И вот на тебе седьмое наступило, Рождество. Что пожелаем нашим слушателям на Рождество? Задаю вопрос. Хорошего настроения. Исполнение всех желаний. С ведущим Злата Андреева. Злата, доброе утро. Доброе утро. Миша Голиков. Привет. Миша, привет. Меня зовут Владимир Сметанин. Еще раз повторите, что пожелали на Рождество? Исполнение желаний. И хорошего настроения. Мира в семье, благополучия, денег побольше и так далее, так далее. А вы сами, кстати, отмечаете Рождество, Миша? Я практически не отмечаю. Не отмечаете? То есть традиций в семье таких специальных особенных нет? Злата, а ты? Ну, а мы обычно отмечаем. В этом году не знаю. Ну, вроде собирались. А как отмечаете? Собираетесь все вместе с семьей, с друзьями? Нет, не с друзьями, просто с семьей. С семьей, да. Опять же, праздничный стол, угощение, подготовка. Соответственно, у Миши ничего этого нет. В общем, каким-то таким семейным решением вы все это дело не организовываете. Хорошо. Ну, так или иначе, еще раз поздравления принимайте. У нас сегодня в середине часа, в середине открывашки будет рождественская композиция, дабы напомнить еще раз о том, что сегодня не обычный день, а еще один и праздничный. Ну, а коли новогодние каникулы продолжаются, мы сегодня хотим поговорить о наших с вами увлечениях. Потому что эти, сколько, 9-8 дней – это отличная возможность отвлечься от учебы, от той же, от работы и посвятить все это дело своим любимым занятиям. Занятия, как известно, любимые, ну, хобби еще, да, называют? Да. Они иногда бывают вовсе даже и не практические какие-то. Ну, вот, например, занятие спортом, да, как увлечение. Ведь все равно человек развивается физически, готовит себя к здоровому образу жизни. А есть такие увлечения, ну, как-то вот, ну, не знаю, собирать, например, что-нибудь, коллекционировать. Вот в моем детстве, например, мы собирали вкладыши от жвачек. Сейчас есть такое, нет? У вас? Картинки вкладыши какие-нибудь собирали сейчас? Нет, мы собирали с братом, у нас была коллекция камней, знаете, продавались раньше журналы, где разные камешки, минералы. Вот, и у нас есть такая целая коробка, в которой их больше 20, наверное. А как вы вообще относитесь к тому, чтобы что-нибудь собирать, коллекционировать? Ну, не знаю. Нормально, если это потом не потеряется. Если это не фантики от жвачек, как мой брат собирается все время делать. У него одна коллекция, я соберу фантики. Другая коллекция, я собираю какие-нибудь бумажки, билетики. Такое нет. Ясно. Хорошо, мы сегодня и с вами, ребята, наши слушатели, будем говорить о ваших увлечениях и будем, конечно же, задавать вам вопросы. И Злата, и Миша поделятся с нами своими увлечениями, теми занятиями, которыми больше всего по душе. Так заранее уже забегая, скажу, что Миша будет говорить сегодня о музыке, потому что он обучается в музыкальной школе. А Злата сегодня будет говорить в том числе про спорт. Вот она сейчас находится в нашей студии за микрофоном и в руках держит клюшку для хоккея с мячом, да? Да. Это клюшка для хоккея с мячом. Она особенной формы, нежели хоккей с шайбой. И, собственно, на столе у нас еще находится мяч. Это все не мое. А, все не твое. Это, да. Не я сама занимаюсь хоккеем. Но про него расскажешь. Да. Да. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Будьте внимательны, общайтесь с нами, звоните. И вот сейчас Злата озвучит те призы, которые у нас есть. А затем мы с вами зададим вам сразу же первый вопрос. Итак, внимание. Сегодня в нашей студии есть огромное количество книг. Это энциклопедии «Военная мощь России», еще также книга «Страна сказок». И у нас есть много приглашений, например, в Театр кукол или в Драматический театр. Что еще? Еще у нас есть приглашения в кинотеатр «Дружба». Так, в кино можем сходить? Да. Могут вернее сходить наши слушатели. А побольше о призах вы узнаете, когда до нас дозвонитесь. Хорошо. А есть у нас еще книжки, да, вот они у нас лежат здесь на столе. Да. «Страна сказок», «Заклинание желаний». Интересная история. Насколько я помню, мы ее анонсировали в программе «В культ поход». Есть еще одна книжка, так вдалеке от меня лежит. Видимо, а, это про колдунью. «Дикая ведьма». Да, да, «Дикая ведьма». Да, книжка очень тоже интересная. Так что любителям таких историй и увлекательного чтения мы рекомендуем слушать нас, общаться с нами, отвечать на наши вопросы. С вашего позволения я задам первый вопрос. Хорошо. Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны. Да. У него есть увлечение, как известно. Так вот, ребята, чем увлекается глава нашего государства? Борьбой, хоккеем или горными лыжами? 211-101. Звоните. Ну, вот, ребята Златова и Миша уже знают правильный ответ, потому что я тут заранее до начала программы его озвучил. Не сложный вопрос, очень даже простой. 211-101, ждем вашего звонка. Ну, кстати, вот эти борьба, хоккей, горные лыжи, как для вас? Ну, для Златы-то понятно. Хоккей близок. Ну, да. Раз она с клюшкой. А ты, как, Миша, например? Смотрю хоккей с шайбой по телевизору. Хоккей с шайбой, любишь смотреть. Да. Да, хорошо. А борьба? Нет. Как насчет борьбы? Ну, нет. Нет, или горных лыж? Нет, обычные лыжи. Обычные лыжи. Бегаешь, любишь этим заниматься. Есть у нас звонок? Да, мы будем принимать. Давай, Злата, приветствуй. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, я Витя. Мне 8 лет. Я учусь в 17-й школе. Ага. Прости, мы не расслышали, как тебя зовут. Еще раз. Витя. А, Витя. Витя, наш постоянный слушатель, послушатель программы «Открывашка». Витя, перед тем, как ответить на вопрос, расскажи нам, у тебя есть какие-то увлечения? Да. Что это? Что за занятия такие? Борьба. Еще раз. Борьба. 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 Борьба все-таки, да. Подожди, ты рассказываешь о своем увлечении или ты отвечаешь уже на вопрос? Отвечаю. А, отвечаешь на вопрос, хорошо. Хорошо. Витя, смотри, какая история. Борьба, хоккей, горные лыжи – это все, что любит наш президент. Но это все равно один из правильных ответов. Да. Это, в общем, один из правильных ответов. Так что, Витя, ты полно имеешь право на то, чтобы что-нибудь у нас... Да. Хоккей. Что ты хочешь? Что любит. Нет, нет, еще, нет, еще хоккей. Хоккей? Любит. Хоккей любит президент. И горные лыжи тоже любит. Да. Витя, ты правильно абсолютно ответил. Правильно ответил, что ты хочешь получить. Так сходу можешь сказать? Книга, приглашение. Есть билеты в кино. Билеты в кино есть. Да, есть у нас в кинотеатр «Дружба». Да. Есть билеты в кино. Так что все. Да. Забирай их и иди на любой фильм, который тебе больше всего нравится. Я знаю, что сейчас детские фильмы в кинотеатрах наших кировских идут. Мы тебя с Рождеством поздравляем и с Новым годом прошедшим. Не клади, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашим редактором. Так, продолжаем наш разговор. Итак, выход Златы. Злата, рассказывай. Ну, вообще, хоккей — это не мое увлечение, это увлечение. А почему ты с клюшкой тогда? Ну, потому что она красивая. А, клюшка красивая. Ну, и к тому же это средство самообороны, наверное, прекрасное, да? Да. Да, и зимой им снег можно, наверное, как-то разгребать клюшкой. Просто хоккей — это вообще увлечение моего младшего брата. Сколько ему лет, напомни? Ему шесть лет. Шесть лет. Он недавно начал заниматься хоккеем летом 2017 года. Но, знаете, он уже катается на коньках лучше, чем я. Я не знаю, как он так быстро научился это делать. А ты сколько на коньках уже катаешься? Я катаюсь лет шести тоже, наверное, вот я с дедушкой каталась. В общем, он за такой короткий срок, буквально за полгода, сделал такой большой рывок вперед. Да. В плане катания на коньках, ага. Вот. И еще это увлечение профессией моего дедушки. Он профессиональный хоккеист. Да, он тренер по хоккею с мячом. Он тренирует чемпионов России, чемпионов мира. Они ездили недавно в Швецию. Сейчас он уехал в Ульяновск или в Нижний Новгород. Тоже на сборы, на соревнования. Да, тоже на соревнования. То есть он, слава богу, действующий тренер. Да. У него вот две команды. Это старшая команда, вот мальчиков, которым уже почти по 18 лет. То есть они закончат в этом году заниматься. И еще совсем маленькие. Вот. Так. Насколько успешно, ну, в плане катания на коньках-то я понял, да, что он прекрасный. А как владение клюшкой? Он кто в команде? Какая у него позиция? Честно, я не знаю. Всегда по-разному. Всегда по-разному. Да. Как придется. Пока что мне не удалось попасть на его тренировки, и я не видела, как он, кем он играет. Ну, у них все это уже по-настоящему. Да. Команда на команду. Да. Матч, поединок, нужно забивать мячи в ворота. Да. Все по-взрослому. Да, все по-взрослому. Вот. Ну, а сам это тебе как хоккей с мячом? Ну, никогда не было мысли? Нет. Ну, почему? Я хотела бы заниматься хоккейом с мячом. Я хотела бы кататься на коньках и играть в хоккей. Ну, а брат-то, кстати, брат-то как зовут, мы не сказали? Брата зовут Виталик. Брата зовут Виталик. Виталик уже высказывает такое серьезное намерение продолжать все серьезнее и активнее заниматься хоккейом с мячом. Да. И мама тоже так делает. И мама что делает? Мама? Мама хочет, да, чтобы он вырос хоккеистом. Понимаю, и мама тоже всячески за то, чтобы Виталик вырос в профессионального хоккеиста. Отлично. Давайте следующий вопрос нашим слушателям задавать, и потом мы уже к музыкальной тематике перейдем. И Миша у нас будет рассказывать. Да, Злата, задавай. Ну, так как еще одно из моих хобби это рисование. Чуть больше расскажешь. Я люблю рисовать, я задам вопрос, немножко связанный с этим. Вот у нас тут, да, в студии на столе. Ну, как немножко? Картины. Это ты рисовала, да, Виталик? Да, это я рисовала, когда еще маленькая была. Ну, вот мне было там вот, вот на этой вот фотографии, вот на этой вот картине, там вот сзади подписано. Вот эта? Да, сколько мне там лет было. Злата Андреева, 14-й год, это было, ну, 4 года назад, 13-го декабря. Да. То есть 4 года назад, ну, 3, 3 с небольшим, да. А вот. Эта картина, зимний лес, видимо, называется. Да. Зимний лес, такие мазки, это что, это ведь не акварель. Это не акварель, это гуашь обычная. Гуашь, да, такие большие мазки, деревья, ветви и покрытые как раз таким снегом. Такая очень колоритная такая атмосферная. И елочка тут притаилась еще внизу, в левом углу. Ну, вот, я задам тогда вопрос. Какой вид изобразительного искусства создала Надя Рус? Надя Рус? Да. Для меня совершенно, честно говоря, незнакомая имя и фамилия. Но сейчас выяснили. Нам в школе рассказывали, да. Да. То есть сейчас в школе, в программе есть какое-то упоминание? Да. Ну, по крайней мере, у нас, да. Мы даже пробовали рисовать в этом стиле картины. Ага. То есть она художница? Да, она художница. Она художница, и она создала какой-то стиль? Да. Хорошо, 211-101. Я могу дать небольшую подсказку. Этот вид изобразительного искусства выполняется исключительно черной ручкой. Сразу, без каких-то набросков. И если при... Черной ручкой? Да, черной ручкой. Если при написании... Шариковой ручкой, обычно? Да, обычная шариковой ручкой. Если при написании этой картины возникнут какие-то неполадки, скажем так, будут какие-то недочеты, то художник должен превратить это в достоинство. А, то есть исправить уже ничего нельзя. Если напортачил, то как-то вот извернись так, чтобы это получилось все равно красиво. Черной ручкой. Ну вот теперь я уже ближе к сути, уже понимаю. Так, ребята, если вам в школе уже, как Миша и Злате говорили, что же за вид изобразительного искусства с помощью черной ручки создала Надя Рус, да? Да, да, Надя Рус. Звоните, 10-11-101. Ну, мне вот, честно говоря, нравится другая картина, созданная Златой. Морская тут тематика. Да, это я рисовала... Морские звезды, рыбы, водоросли. А вот это в центре кто? Осьминожек, что ли? Да, это должна была быть медуза. А, осьминоги бывают оранжевого цвета, что ли? Я не знаю. Ну вот, так получилось. Так, я это смотрю, когда была создана... Это тут, по-моему, даже не подписана. Создана картина, а просто подписана, что Злата Андреева, и без запоминания, когда это было. Хорошо. Миш, приветствую слушателя. Привет. Привет. Как тебя зовут? Настя. Сколько тебе лет? Мне 12. Где ты учишься? В ЭПГ. Какое у тебя хобби? Легкая атлетика. Легкая атлетика? Ну, а и как давно ты ей занимаешься? Я ей занимаюсь третий год пошел. А что конкретно-то? Это бег? Ну, пока что у нас многоборья, а потом я выбирать буду уже. А к чему уже больше склоняешься? К длинным дистанциям. То есть бег на длинные дистанции? Ну да. А сейчас зимой где вы занимаетесь? В закрытом помещении, зале? Да, в закрытом помещении. На соревнования уже ездишь? Ездила? Да. Ну, похвастайся успехами своими. Сегодня можно это сделать в программе «Открывайся». Ездила два или три раза в Казань и два раза в Адлер. О, ничего себе. Супер. Да. Ну и какие места призовые-то были все-таки? Ну, пока что нет. Пока нет. Ну, какие? Далеко от тройки лидеров? Нет. Далековато? Нет, недалеко. Ну, четвертое, пятое, шестое. Ну, что ты говори, не стесняйся. На 600 метров. 600 метров? Там вот четвертое, пятое, шестое, где-то так. Четвертое, пятое, шестое. Ну, это ж неплохо, да? Первое, пятерка. Это уже близко, близко. Ну, у тебя желание большое продолжать заниматься, да, легкой атлетикой? Да, бегом. То есть вполне возможно, что мы сейчас общаемся с Настей, которая в будущем станет чемпионкой России, Европы, мира. Может, даже олимпийской чемпионкой. Да, Настя? Да. Хорошо. Теперь отвечай на вопрос. Да, давай. Какой вид искусства создала Надя Рус? Неопоприалистический стиль рисунка. Да, неопоприализм. Это правильный ответ. Как? Еще раз. Неопоприализм. Неопоприализм. Боже мой, я сейчас открытие для себя сделал. А что означает это слово? Ну, наверняка что-то означает. Что-то означает. Потому что явно оно не русское. Рисунок чернильной ручкой. Рисунок чернильной ручкой. Хорошо. Так, мы тебя поздравляем с победой в программе «Открывашка». Заодно и с Рождеством, и с новогодними праздниками. Что ты хочешь выбрать? Есть конкретная цель у тебя? Какие приглашения остались? Приглашения. У нас есть еще приглашения в кота-кафе «Зубки», приглашения в театр «Кукол», приглашения в собачью деревню Махнати, в батутный парк «Марио». Батутный парк. Отлично. Все, не клади, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашим редактором, с нашей помощницей. Она запишет и подскажет тебе, куда нужно обратиться, чтобы воспользоваться этим подарком. Так, продолжаем «Открывашку». Сейчас Миша задаст свой вопрос, но перед этим он расскажет вкратце про свое увлечение. Я увлекаюсь музыкой. Я учусь в первой детской музыкальной школе, в четвертом классе, перед этим еще два дошкольных, на отделении фортепиано в оркестре на тубе «С». Отделение фортепиано, оркестр «Туба». Почему у тебя два инструмента? Туба и фортепиано. До этого был саксофон, но перевели на тубу. Но не пошло. В общем, сейчас туба и фортепиано. Миша, я немножко подготовился, чтобы напомнить ребятам, как туба звучат вместе с фортепиано. Вот я скачал небольшой отрезочек. Давайте послушаем. Давайте. Давайте. Спасибо. У меня сейчас мысль пришла. Музыка идеальная, по-моему, для первого января с утра. Я, знаешь, шаляй-валяй. Такое не хочется встать. Ну, туба лучше звучит в оркестре. Да, в оркестре. Давай, задавай вопросы, потом ты уже подробно будешь рассказывать, по каким инструментам. Сколько клапанов обычно у тубы? То есть клавиш, да, на которые нужно... Клапанов. Ну, это клапаны называется, но, в общем, на них нужно нажимать, и получается, и издается звук. Да. Сколько? Может, варианты ответа дашь? Два, три, десять. Два, три или десять. Сколько клапанов у тубы? 211-1. Срочно набирайте нас, потому что вопрос тут не на сообразительность того же, собственно, на реакцию. Сколько обычно? Сколько обычно, да. Вопрос на реакцию. Быстрее дозвонитесь и выберите тот приз. Призов у нас еще много. Нам редактор наш обещал еще поднести в процессе передачи, если призы кончатся. 211-1. Ждем вашего. Что больше тебе нравится, Миша? Фортепиано или туба? Закономерный вопрос. Ну, фортепиано. Фортепиано. Потому что на нем можно подбирать всякую музыку, а на тубе только аккомпанемент. А туба, она все-таки ограничена в количестве нот. Да. Да, издаваемых. Есть у нас звонок? О, я слышу, там звонят, сейчас будем принимать уже скоро. Первый, какой ты учишься уже год? Я, так, шестой. Шестой год уже учишься? Да. О, ну и на какие успехи выступления? Какие-то конкурсы музыкальные? Ну, я на конкурсы не хожу просто. Ну, я знаю, что в музыкальной школе, я тоже учился в музыкальной школе, там как-то отчетный концерт какой-то бывает. Да, отчетный концерт. В них участвуют в этих отчетных концертах. И потом все это... Зимой и уже в конце года. И потом это все идет в зачет, оценки ставятся, соответственно. Есть звонок у нас, принимаем? Давай, Миша, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Полина. Сколько тебе лет? 11. Где ты учишься? В школе. В школе шестидесятые. И сколько же клапанов у Тубы обычно? Четыре. Четыре? Четыре. Но это редко бывает. Редко бывает? Да. Давай мы тебе еще дадим одну попытку. Еще одну попытку. Там были варианты ответа. Два, три или десять. Давай. Ну, два как-то это несерьезно. Ну, еще? Десять. Нет. Нет? Нет, не десять. Так. Еще раз варианты напомни. Два, три или десять. Ну, точно не десять. Два, три или десять. Ну что, решайте судьбу-то, собственно. Будем еще давать одну попытку. Ну, четыре, это тоже с одной стороны правильно. То есть правильно? Да. Это редко бывает. Полина ответила, что четыре. Да. Полин, ну, ты согласна, что ты победила в программе «Открывашка»? Да. Полин, говори, пожалуйста, поувереннее. Мы хотим все-таки с тобой пообщаться. Да, мы тебя поздравляем. Чуть позже ты выберешь приз. Но все-таки расскажи о своем увлечении. Наверняка есть у тебя что-то такое интересное. Я хожу на рисование. На рисование? А куда ходишь? Это художественная школа какая-то или что? Или кружок? Да. Полин. Я хожу в изо-студию. В изо-студию. А как она называется? Не помню. Не помнишь? Вдохновение. А, вдохновение. По-моему, известная изо-студия, по-моему. Ну так, без рекламы, конечно же. Так, а давно ты туда уже ходишь? Три или четыре года. Мм, и что ты любишь рисовать? Какие у тебя любимые темы? Графика. Графика. О, да. А сколько у тебя уже работ таких вот законченных? В этом году одна. В этом, в смысле, наступившем, в 2018-м? Нет, ну, я начинала в 2017-м и сделала только одну работу в графике. Ага, ну, она наверняка очень такая вот доскональная прям. Долго над ней наверняка трудилась, да? Да. А где она сейчас находится, если не секрет? Дома. Дома? На стене? Нет, в папке. В папке. А что ж ты, стесняешься ее на всеобщее обозрение, что ли, выставить? Не знаю. Ну, хорошо. Какая-то Полина скромная у нас сегодня. Или, наверное, не проснулась. Полин, мы тебя поздравляем с победой в программе «Открывашка», конечно же, и с Рождеством тебя тоже поздравляем. Что ты хочешь выбрать? Конкретная цель? Приглашение. Приглашение. Злата, напомни. У нас есть еще приглашение в собачью деревню Махнатия, в Котакавэзоки, на спектакль в Драматический театр, на спектакль в Театр Кукол. На спектакль в Театр Кукол. В Театр Кукол пойдет, Полина. Хорошо. Хорошо, не клади, пожалуйста, трубку, передаем тебе нашему помощнику, вернее, помощнице. У нас середина часа между тем наступила, 10.29 на часах, настала пора традиционной музыкальной паузы, и мы сейчас замечательную рождественскую бодренькую песню с вами послушаем. После чего продолжим наш разговор о наших с вами увлечениях. Миша продолжит рассказывать про музыкальные инструменты по своей учебе. И не только. И не только. Поехали. Рождество пришло, Рождество, Много света нам принесло. Рождество Христово, Рождество, Сердце каждого из нас вошло. Рождество Христово, Рождество, Много света нам принесло. Сегодня, в честь того, что новогодние праздники еще продолжаются, мы говорим о наших с вами увлечениях, любимых занятиях, которым можно посвятить сейчас как раз-таки больше времени, чем обычно, не отвлекаясь ни на работу, ни на учебу, ни на прежде важные и ответственные занятия. Миша Голиков, Злата Андреева, меня зовут Владимир Сметанин, мы ведущие «Открывашки». И, может, следующий сразу вопрос, Миша, задашь? Следующий? Да. Призов-то много у нас? Например, просто так туба называется, это туба, а как она называется в оркестре? Туба? В смысле? Ну, то есть какая партия в оркестре у нее, да? Да. Скорее-скорее так можно. И она называется в оркестре так же. И так вот прямо вот ее называют. Хорошо, 211-101. Как называют в оркестре? В составе оркестра такой музыкальный инструмент, как туба. Миш, туба — духовой музыкальный инструмент? Да, духовой. Медный? Да. Медный духовой музыкальный инструмент. Расскажи об этом инструменте, пожалуйста, поподробнее. Ну, во-первых, размеры. Размеры где-то метр в высоту. Весит килограммов 7 эсне. Какая туба? Эсне. Сразу надо сказать, что две разновидности туба бывают. Да, это бейна и эсне. Они различаются по высоте звука? Да. На кварту отличаются? Да. 7 килограммов? Да, 7. И даже детишки на такой тубе? Да, довольно-таки легкая. Ну, ремень через плечо, и тогда легче гораздо. То есть не бывает разграничения на взрослую тубу и детскую тубу? Все тубы, вот они такие тяжеленькие и большие. Ну, бейна еще больше. Еще больше? Да. Соответственно, она более низкий звук издает? Да. На кварту. Не тяжело, значит? Не очень. И сколько продолжаются занятия? Сколько урок на тубе продолжается? Ну, 2 часа. 2 часа? Да, в оркестре. И еще иногда сводные репетиции. Что ты сейчас разучиваешь? Сейчас прощание славянки с оркестром. Прощание славянки с оркестром. Ну, я думаю, известная композиция на слуху у многих. Есть у нас звонок? Нет? Нет пока звонка. Ну, давай еще вопрос. Как в оркестре? В оркестре? Какое название тубы в оркестре? Подскажем, давай, все-таки, чтобы было попроще. 211. Три варианта. Три варианта, давай. Это фагот, бас или кларнет. Фагот, бас или кларнет. Вот что, на ваш взгляд, логичнее при своей тубе в оркестре? При том, что кларнет и фагот это самостоятельные инструменты духовые. Мало ли. Да, 211-101, ждем вашего звонка. Так, продолжаем. То есть у тебя параллельно занятия на фортепиано? Да. То есть не параллельно, а, господи, как это? Чередуются они эти занятия, да? Занятия на тубе, занятия на фортепиано. Но при этом тебе фортепиано больше нравится? Да. А почему? Я там подбираю всякие композиции, группы, которые я слушаю. То есть что нравится, там музыка, которая тебе нравится, тут же можно руки на клавиатуру и подбираешь, на слух подбираешь. Да, на слух. Сейчас, в принципе, в интернете можно и найти партитуры, на слух подбираешь. А на тубе так нельзя, что ли? На тубе у нее небольшой диапазон. Да, надо сказать, предупредить, у фортепиано сколько октав? Суб, контрактава, контрактава, малая, средняя? Малая октава, большая октава, первая октава, вторая октава, третья, четвертая. И в пятой октаве только до. Да, до. Одна. Вот сколько много октав на фортепиано, то есть диапазон очень большой по высоте звуков издаваемых. А у тубы сколько только октав? У тубы чуть больше октава. Я правильно понимаю, что ноты для тубы и ноты для фортепиано очень различаются? Для тубы партия, там намного-намного меньше нот. На нотном стале. Ну, там и гораздо низше, там басовый ключ. Там басовый, собственно, да, диапазон, да, ключ. Есть звонок, да? Алло, давай, Миша. Привет. Привет. Как тебя зовут? Софья. Сколько тебе лет? Пять. И у тебя есть какие-то хобби? Да. Расскажи, пожалуйста. Рисование. Рисование. А чем рисуешь? Карандаши, фломастеры, краска? Краски. 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 Что любишь рисовать? Природу. Пейзажи. Пейзажи. Портреты. Нет? Маму не рисуешь? Друзей, маму, папу. Рисую. Рисуешь. В общем, у тебя многогранный такой, многогранный спектр интересов художественных. Так, отвечай на вопрос. Что за партия, как называют в оркестре тубу? Ну, вот я последнее слово четко услышал. Бас. Бас. Это правильный ответ. Да. Мы тебя поздравляем. Ура. Молодец. Молодец. Что ты хочешь получить в качестве приза? Смотрю, у нас есть. Еще раз? Энциклопедия. Энциклопедия. Какие у нас энциклопедии? Ну, вот тебе бы я предложила, наверное, энциклопедию млекопитающей. Про зверушек. Что-то другое? Сказки. Сказки? Сказки. Сказки? Вот у нас тогда есть книга «Страна сказок». Ее? Ее? Да. Да, хорошо, все. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. У нас редактора есть. Она тебе объяснит, как можно этот приз забрать. Так, продолжаем наш разговор про музыку. Так, на тубе сейчас ты разучиваешь прощение славянки. А на фортепиано? На фортепиано? Сейчас этюд минует. Этюд минует. Поланэ Сагинского был уже давно-давно? Нет, не играл. Он сейчас вообще в программе, не в программе, я даже не знаю. Я учил в свое время, помню. Остальные произведения почему-то как-то уже из головы вылетели. Так. Ну, и в перспективе, Миш, карьера профессионального музыканта или это пока только так для общего развития? Пока так. Да, для общего развития, как-то не задумывался. Хорошо, 211-101. Позвольте, я вопрос задам, и мы снова к Злате перейдем. Да, уже про ее увлечение рисованием. Да, про рисование поговорим? Или про что? Ну, можно, да, про рисование. Хорошо. Так, я спрашивал про увлечение нашего президента, а теперь я хочу отправиться в Голливуд, с вашего позволения. Да, всем ясно, что это такое. Всемирно известная актриса Джулия Робертс. Как вы думаете, чем она увлекается? И прямо вот в Голливуде все об этом якобы знают. Итак, Джулия Робертс увлекается вязанием, лепкой, либо рисованием. 211-101. Первая попытка, если будет неправильная, она не в зачет. Второй вариант, второй, вернее, вторая попытка, вторая возможность будет ответить у вас. Так что не расстраивайтесь и не стесняйтесь. 211-101. Так, продолжаем, Злата? Да. Твоя очередь. Клюшку я, клюшку Злата отдала мне. Мы уже забыли про хоккей с мячом сегодня в открывашке. Я так буду держать все. Я занималась рисованием сначала в изо-студии. Занималась я там три года. Начинала рисовать самые такие простые какие-то картины в альбомах. В альбомах? Да, в альбомах. Ну хорошо, давай примем звонок. Миша, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Вика. Сколько тебе лет? 11. Где ты учишься? В Кэпле. Какое у тебя хобби? Я занимаюсь художественной гимнастикой и лепкой из глины. Ой, а это ты одновременно все делаешь? Во время движения, в полете ты что-то лепишь из глины. Потому что художественная гимнастика – это безумно красивый вид спорта. Ты очень такой зрелищный. Я тоже раньше занималась. Зрелищный. И да, для девочки это, конечно, очень даже круто. Так, а что больше тебе нравится – гимнастика или лепка? Не знаю, мне все нравится. Все нравится. А как долго уже занимаешься и тем и другим? Ну, лепкой я занимаюсь три года. Да, а гимнастикой семь или восемь лет. Семь или восемь лет? Слушай, можно я спрошу? Наверняка уже у тебя есть какой-то спортивный разряд. Первый взрослый. Первый взрослый? Ого, это же очень здорово. До кандидата-то в мастера там недалеко уже остается? Я просто не слишком понимаю. Ну, нам еще нельзя выполнять только в следующем учебном году. А, ясно. Ну, мы тебе желаем успехов в этом отношении. Спасибо. Ну, хорошо, отвечай по поводу Джулии Робертс. Чем она занималась? Чем она увлекается вязанием? Правильный это ответ. Вот я вчера буквально прочитал, что Джулия Робертс, оказывается, когда снимается фильм, и она там играет, она берет прямо на съемки с собой спицы и нюхи. И где-то вот туда выдается какой-то перерывчик, она садится и вяжет. Обвязывает там всю съемочную бригаду, всевозможные носочки, чулочки, кофточки и так далее и тому подобное. Так, что ты хочешь у нас получить? Получить, да. Книгу. Какую? Смотри, у нас есть. Очень интересная энциклопедия. Художественная литература. Вот есть книжка... Страна сказок? Нет, Страну сказок... Не разыгрываем, что ли, мы с вами? Есть, да? Да, вон, редактор нам подсказит. И еще есть книжка Дикая ведьма. Про Дикую ведьму или про Страну сказок? В общем-то и то, и то достойно. Да. Про Дикую ведьму. Про Дикую ведьму. Тебе нравится мистика или что? Да. Нравится мистика. Когда какие-нибудь колдуны и ведьмы насылают чары, и потом приходится от этого избавляться. Да, захватывающий процесс. Ладно, разделяем твои увлечения. Не клади, пожалуйста, трубку. С редактором нашим поговори, и узнаешь, как можно будет эту книжку получить. Так, про рисование дальше. Злата Андреева продолжает рассказывать свои увлечения. Потом я начала рисовать на листах А3. У меня не всегда получалось... А3 это больше, чем А4? Да, это вот, это вот как раз вот этот вот формат. Вот то, что я держу сейчас в руках, да? А3. Вот. Я начала рисовать на листах А3. Рисовала я за эти три года... Миш, хочешь посмотреть свои комментарии какие-то высказки? Вообще, все, что можно. Рисовала пастели, рисовала красками, рисовала просто какими-то маркерами, карандашами, тушью. Вообще, всем чем можно. Вот эта, кстати, картина, она нарисована как раз тушью, перышком. Да. Перышком, да, нарисована. Так, она нарисована тоже, смотрю, еще в 2014 году подписана. Да, 8 лет не было. Я, честно говоря, не думал, что... Это одуванчик? Это одуванчик, да. Что одуванчик может выглядеть так красиво. Спасибо. Да. Прям, ну, очень-очень. Да. И тут такие скрытые смыслы еще как-то приходят на ум, что что-то тут еще не распустилось, а что-то уже распустилось, и семена тут полетели, вот одуванчика. В общем, такая жизнеутверждающая такая картина, да. Вообще, я очень рада, что попала в эту вузо-студию, потому что там очень хороший педагог. Но спустя вот эти вот три года я начала пропускать занятия и перестала заходить. Это в связи с чем? Мальчики стали нас на свидание приглашать? Нет. Просто мне было лень. Прогул. Прогул. И мне было за это очень стыдно, и в итоге я перестала туда ходить. Сейчас я об этом очень жалею, но рисую так просто для себя. Либо в каких-то блокнотах, либо также на листах А4. Рисую вообще тоже все, что угодно. В основном это, наверное, портреты. И очень люблю рисовать руки людей. Рисуешь что угодно, в смысле, что на ум придет, или что видишь, что и рисуешь? Что на ум придет. Дай-ка, например, нарисуй гриб, в смысле растение. Дай-ка, например, нарисуй дерево. Очень люблю рисовать руки людей. Руки людей? Да. А почему именно руки? Я не знаю. То есть какое-то особенное, что ты в этом видишь? Просто я хочу себе красивые ногти, и я рисую людям красивые ногти. А тебе пока не дают красивые ногти делать что-то? Там на педикюр ходить? Нет, просто у меня форма ногтей некрасивая. А форма ногтей, да нормальная форма ногтей у тебя, что ты. А вот это то, что я держу в руках, это не тот самый жанр или стиль, о котором мы говорили? Ну, когда вот черная ручка? Нет, это не неопоприализм, это просто перышком. Это не черная ручка, это именно перо. Перо? Тушь. Перо, тушь, понятно. Да. Здесь нарисован снеговик. Да. Долго это вообще создавалось? Нет, за одно занятие, за три часа. За три часа, ну как, по меркам радио, три часа это огромное время, куча передач, куча дел в эфире сделанных, куча тем обсужденных и так далее. Три часа, Миша, ну как тебе? Нормально. А ты-то никогда не занимался рисованием? Я занимался в первом классе, по-моему. Специально ходил? Да, в художественную школу. Ну, не пошло? Нет. Как-то понял, что не... Экзамены. Понял, что не твое? Так, в музыкальной школе тоже экзамен, тоже надо сдавать. Музыкальная школа просто много времени занимает и не остаётся на художественную уже. Вот, наверное, поэтому я не хожу в художественную школу, потому что там экзамены. И потому что надо рисовать на какую-то прям определённую тему. Я думаю, сейчас мы можем отпугнуть много наших юных слушателей, которые собирались пойти в художественную школу, но вот сейчас узнали, что там очень строгие экзамены и туда не пойдут. Вы нас извините. Много знакомых занимается, им нравится. Давайте следующий вопрос задавать нашему слушателям. Миша, есть вопросы? Злата, есть вопросы? Да. У меня-то ещё куча вопросов. У меня тоже есть. Хорошо, поехали. Давай, Злата. Вот я занималась, на самом деле, очень много чем. И одним из моих увлечений недолгое время была лепка. Поэтому вот вопрос про лепку... Лепка из пластилина, соответственно. Нет, не из пластилина. Не говорите, из чего. А, угу. Какой вот как раз-таки самый податливый материал для лепки? Материал для лепки? Самый податливый. А, то есть податливый, то есть тот, с которым легче всего, с которым обращаться. Да, это не пластилин. Не пластилин. А сколько вообще материалов? Я никогда, кстати, не задумывалась. Их очень много, из чего можно лепить. Их очень много. Вот когда скульптуры делают, да, когда скульптуры делают, это вообще... Еще я лепила из соленого теста. Но это неправильный ответ, да? Да, это неправильный ответ. Это не самый податливый материал. Я леплю только из пластилина. Так, хорошо. 211-101. Я тут тоже своего рода лепкой и занимался. В эти праздничные выходные. Ремонт в квартире. Бетон, замазка стен, там, швов и так далее. Есть звонок-то, да, у нас? Да. Миша, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Алина. Я учусь в 22-й школе. Сколько лет? В смысле тебе? Мне 8 лет. 8 лет. Не в смысле, сколько лет уже учусь, а сколько? А твой возраст. Алин, расскажи про свои увлечения. Я увлекаюсь... Я хожу в бассейн уже второй год. Я заработала третье место. Где? На каких соревнованиях? Что за масштаб? Район, школа? Район. Район. Районное соревнование по плаваням. Так. Твой любимый стиль? Мой любимый стиль это кроль на спине. О. А у меня никогда не получалось плавать на спине и до сих пор не получается. Я признаюсь, тоже не очень. Когда не видишь, куда плаваешь. Так. Еще чем увлекаешься? Ну, все. Все, плаванием. Ты будешь стремиться к тому, чтобы стать профессиональным спортсменом? Ну, да. Да. То есть, есть такое желание, да? Не все это зря. Не ради такого сиюминутного какого-то удовольствия побыть в воде. А плаваешь с той целью, чтобы, ну, возможно, какую-то спортивную карьеру построить. Так, хорошо. Отвечай на вопрос. Злата, повтори, пожалуйста. У нас был вопрос, какой же самый податливый материал для лепки? Не пластилина и не соленое тесто. Это глина. Это абсолютно правильный ответ. Да, это глина. А ведь глина тоже разная бывает, если я не ошибаюсь. Это белая глина, белая глина бывает. Нет, это обычная глина. Вот я еще знаю, есть полимерная глина, из которой делают всякие украшения. Полимерная, то есть искусственная глина какая-то? Ага. А можно я расскажу вам поздравления? А, да конечно, пожалуйста. Давай, для нас это тоже будет открытием. Ну что? В этот день святого Рождества каждый ждет от жизневолшебства, чтоб больной здоровье приобрел, Чтобы странник до огня одобрел, Чтоб добро царило, а не зло, Чтобы всем, кто любит, повезло. Здорово. Молодец. Да, принимаем. И наши слушатели, я думаю, так с теплотой в сердце приняли эти слова, эти поздравления. Кстати, чьи слова эти? Кто написал? Ну, я имею в виду, это автор, да? Где-то опубликовано это. Или это твое сочинение? Это мне помогла бабушка. А, бабушка помогла. Вместе сочиняли? Замечательно. Так, что касается подарка, который ты хочешь у нас получить. Да, смотри, есть еще книги и приглашения. Книги и приглашения есть еще. А можно, пожалуйста, какую-нибудь толстую книгу? Толстую книгу? Толстую книгу. Ну, книжка-то у нас одна осталась, соответственно. Называется она «Страна сказок. Заклинание желаний». Автор Крис Колфер. И рассказывается в этой книжке о близнецах, которых зовут Алекс и Коннор. Они получают от бабушки подарок на свой 12-й день рождения. Старую книжку сказок, которая долго годы хранилась в их семье. Вскоре случается нечто странное. С виду обычная книга неожиданно превращается в портал. И брат с сестрой попадают в эту сказочную страну, где живут вот теми самими персонажами из своих сказок. Хорошо. Отлично, да? Ты уже заинтересовалась. Все, поздравляем тебя тоже с Рождеством и с победой в программе «Открывашка». Не клади, пожалуйста, трубку. Продолжай наш рассказ. Так, мы еще про рисование-то не закончили. Вот тут, я смотрю, на столе тоже авторство «Златые». Да. Какой-то терем, теремок или что это? Кремль. Это, я не знаю, что это просто. Или храм. Ну, кресты сверху. Наверное, храм. Наверное, храм. Да. Ну, вот то, что так уже пришло в голову, то и нарисовал. Вот это тоже похоже на неопоприализм. Если бы это было нарисовано черной ручкой и без набросков. А, кстати, черной ручкой-то я не уточнил. Отрываться-то можно от поверхности рисования? Можно, да. Есть какие-то техники, где вообще отрываться нельзя? То есть, как вот поставил? Вот такое у меня как раз никогда не получалось. И поехали, поехали. Я пробовала, да. Так, еще одна. Картина не рассмотрена у нас. Вот это вот у меня просто было, по-моему... Ой, что это за чудо? Это у меня была, по-моему, тетрадка или блокнот. Вот, и я решила нарисовать кота, который был изображен на этой тетрадке. Вот. И нарисовала. Это, по-моему, давно уже было как-то? Это да, это давно было. Давнешний рисунок. Да, они тут все старенькие уже. Старенькие. Ну, тоже симпатично. А ты, кстати, где хранишь свои работы вот этих художественных? У меня папка в пакете, который стоит в шкафу. Они нигде не висят? Они нигде не висят. В детской, помните, нигде нет? Нет, у меня есть четыре картины, которые только висят. Это особенные какие-то картины? Нет, это не особенные картины. Но две из них, ну, они красивые очень, которые мне нравятся. Ну, то есть, на твой взгляд, самые удавшиеся, да, такие самые получившиеся? Да, это был какой-то, по-моему, щенок и попугай. Попугай он рисовал семь лет. Я вообще не знала то, что я так семь лет могу рисовать. По-моему, это... Неожиданно, для тебя получилось очень здорово, да? Это висит у моей бабушки, вот эти две картины. Ещё две картины висят в моей комнате. Это цветочки. Они, я не знаю даже, под какую роспись сделаны. Ну, под авторскую, видимо, какую-то. Что получилось, то получилось, да. И ещё у меня висит хомяк. Хомяк висит? Хомяк. Ну, в смысле, картина хомяка. Картина хомяка, да. Потому что натуральный хомяк висит, наверное, не слишком как-то так гуманно. Хорошо, у нас остаётся буквально 5-6 минут до конца открывашки. Слушайте, давайте подумаем. Вот у вас среди друзей, среди знакомых есть люди, у которых вообще увлечений нет? Или у всех как-то вот получилось так, что есть своё любимое занятие? Ну, у меня есть знакомый мальчик, но он вроде тоже чем-то увлекается. Я веду к тому, что, как вы считаете, вот насколько важно, чтобы у человека было какое-то своё любимое занятие? Я имею в виду нелюбимую работу, на которую он ходит каждый день, или нелюбимую учёбу. А вот именно то, чем можно для души, для сердца позаниматься в свободное время. Насколько это важно, Миша? Ну, если много свободного времени, то это довольно-таки важно. А если его практически нет... А как его не будет, если... Есть ещё выходные, например. Выходные, но у всех ведь есть выходные. Как у всех? Ну, например... Имеешь в виду в институтах то, что... Вот у президента Путина... И то есть, я не знаю, но есть ведь некоторые работы, ну, например, работы, где очень мало свободного времени. Очень мало. Но всё равно, значит, они работают по сменам. Когда люди сгорают на работе, да? Да. Но так или иначе, важно, чтобы было любимое дело, да? Важно. А что вот вам даёт непосредственно, когда вы занимаетесь любимым делом? Я ещё занимаюсь театром, и у меня вот есть уже цель, скажем так, в жизни. Я хочу стать либо журналистом, либо телеведущей, либо актрисой. Журналист, телеведущая, актриса? Да. Ну, это как-то всё близко, да. Да. Ну, публичные, в общем-то, такие занятия, ну, да. Ну, а пока не определились, к чему больше ты склоняешься? Ну, вот, мои мамы с бабушкой хотят, чтобы я была журналистом. Журналист? Да, то, что ни на какую нормальную работу её подруга не может устроиться по специальности журналиста, да. А что ты уже делаешь? Как ты идёшь? Я вот занимаюсь театрю и у вас. Ну, в принципе, и рисование, о котором ты сегодня нам подробно рассказывал, это очень даже полезное занятие и в актёрском ремесле, и в журналистике. Да, конечно. Миш, музыкальная школа-то всерьёз и надолго? Ты её заканчивать будешь уже, не будешь бросать, как это бывает с другими людьми, очень часто там что-то начали и всё забросили. Намерен всё-таки. Сколько тебе уже остаётся, ещё, вернее, остаётся учиться в музыкальной школе? Примерно лет пять. Примерно лет пять? Пять, год, четыре. По-моему, ещё музыкальная школа даёт какой-то балл к ЕГЭ, прибавляет. Да? По-моему, четыре балла. Не знаю. Я не в курсе. Я точно знаю, что спортивные достижения тоже ГТО, там прибавляет к ЕГЭ что-то. Потому что нас от некоторой девочки ради этих баллов и ходят в музыкальную школу. Слушай, ну это же... Я просто хожу. Это же своего рода такая каторга. Ну когда ты против своей воли, ну или не слишком желая того, ходишь на эти занятия. Нет, всё-таки, наверное, от чистого сердца должно идти это стремление заниматься не только музыкой, другими любыми видами искусства и так далее. Остаётся пара минут. Может, зададим напоследок вопрос слушателям? Есть вопросы? У меня есть. Сейчас я пережу, вас задам. Задаю или Злата задаст? Задавайте. Давай. Или Миша задаст? Задавайте. Хорошо, задаю. Ещё хочу упомянуть про такую всемирно известную личность, тоже актёр голливудский Леонардо Ди Каприо. Ребят, слушайте, как вы думаете, чем он увлекается? 211-101. Подводное плавание, либо собирание паззлов, либо бейс-джампинг. А это что? Бейс-джампинг? Да. Я думал, я хотел у вас спросить. Я думал, вы знаете. Я не знаю. Бейс-джампинг это... Джампинг это прыганье. Да, это когда забираешься на какое-нибудь весёлое, высокое, вернее, строение, небоскрёб или какая-то вышка, антенна. И с него прыгаешь? И с него прыгаешь. А, вот на Тарзанке? Нет. Паркур какой? Парашют за спиной. То же самое, что из самолёта, только гораздо ниже. Парашют за спиной. Он особой, видимо, конструкции какой-то, потому что... Чтобы не зацепиться за тами. Да, высота не очень большая. Вот и я вычитал, что Лео занимается вот одним чем-то из этого. 211-101. Давайте. У нас звонок, по-моему, уже есть. Есть звонок? Есть. Давайте, я его приму. Привет, сразу рассказываю о себе. Сколько тебе лет? Где учишься? Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Мне 14 лет. Я учусь в 70-й школе. Маргарита. Ну, ты, Маргарита, девушка уже такая, да? Наверняка симпатичная. Наверняка Леонардо Ди Каприо тебе тоже симпатичная. Ну, так. Так бывает. Ну, я помню, помню. Вот много-много лет назад у моих знакомых, вернее, у моих одноклассниц, да, даже постеры висели Леонардо Ди Каприо. Я уж не знаю сейчас. Лео уже сейчас достаточно такой зрелый мужичок. Может быть, уже и не висит он у молодых барышек в спальных комнатах. Хорошо, отвечаю. Чем увлекается он? Подводным плаванием, собиранием пазлов или бейс-джампингом? Бейс-джампингом. Прочитала где-то, да? Нет, мне мама сказала. Мама сказала. А, мама была поклонницей-то, видимо. Или и остается поклонницей Леонардо Ди Каприо. Да, я вычислил, что действительно Ди Каприо увлекается бейс-джампингом. У него даже были инциденты, представляете, с полицией, когда он прыгает, приземляется, его тут задерживают. Потому что нельзя это делать. Это риск для жизни и риск для окружающих. Ну, ты прыгнул, можешь грохнуться куда-нибудь. Кому-то на голову. Да, мало того, что сам разобьешься, уж прошу прощения, ты еще и кому-то навредишь. Маргарит, что ты выбираешь? Энциклопедию. Какая у нас еще? Ну, вот тебе бы я, опять же, предложила бы либо энциклопедию тела человека, либо энциклопедию млекопитающей. Тело человека. Тело Ди Каприо можно будет изучить. Можно было бы тело человека. Хорошо, забирай, пожалуйста. Мы тебя поздравляем с победой в программе «Открывашка» и с Рождеством, и с наступившим Новым Годом. Я смотрю на нашего звукорежиссера, он, видимо, нас сейчас будет выгонять потихоньку из эфира, потому что мы чуть-чуть уже перебираем. Итак, вот мы, как сегодня пообщались, здорово сделали очередные открытия по поводу того, кто из нас чем увлекается. Ну, и давайте пожелаем нашим слушателям, если у них нет любимого занятия, обязательно его найти. Да. А если есть оно, то успешно в нем развиваться. Ступенька по ступеньке, подниматься все выше, выше в своем мастерстве. Чего, собственно, и вам желаю. Тебе успехов, Миша, в музыке. И, возможно, ты найдешь для себя еще много-много других хобби и увлечений. И тебе, Зла, тоже желаю больших успехов. Еще раз всех с Рождеством поздравляем. Рождеством. И всего доброго. Программа «Открывашка» на этом завершена. Пока! Детская познавательная программа «Открывашка».